Всем привет! Сегодня мы поговорим и посмотрим, как приступить к равномерному прямолинейному движению на моноколесе Godway V3M Super. По окончанию начальных упражнений старт-остановка, которые можно осуществлять и на ограниченной территории, для начала прямолинейного движения нужно выбрать широкую дорогу с минимальным количеством помех в виде людей и животных, а также птиц. Например, для этого подойдет набережная. Несколько слов про настройки моноколеса перед началом движения. К сожалению, ограничение скорости, которое можно выставить через приложение, осуществляется на самом-то деле всего лишь навсего посредством поднятия педалей, а не ограничением оборотов колеса. Соответственно, в случае чего колесо может разогнаться до любой скорости, которая только сможет выдержать. К сожалению, опять же таки, ехать при поднятых педалях очень неудобно. И особенно, если как бы это только начало обучения, это все чревато тем, что вы просто будете с него падать. Поэтому, я считаю, что нет никакого практического смысла в том, чтобы выставлять эти ограничения. Так же, как нет смысла в дополнительных этих педальках с колесиками. И, в частности, для Готвея использовать ремень тоже, в общем-то, большого смысла нет. Какой-то смысл, возможно, будет иметься, если вы будете использовать лыжные палки или палки для трекинговых ходьбы. Но можно обойтись и без них. Моноколесо Готвей В3М Супер аппарат с высоким центром тяжести, вследствие чего легко заваливается в боковые стороны. Начиная прямолинейное движение в первый раз, если, конечно, у вас нет опыта езды на горных лыжах и так далее, вы будете выписывать восьмерку какое-то время, пока не приноровитесь балансировать, удерживая центр тяжести в нужном положении. Именно для этого и нужна широкая дорога. Это позволит избежать некоторого количества царапин на корпусе вашего моноколеса. Из экипировки для движения на моноколесе вам понадобятся очки. Главная их задача в том, чтобы мошки не попали в глаз во время движения. Потому что это может быть весьма чревато печальными последствиями в виде падения. Необходимо будут также плотные джинсовые брюки из грубой джинсовой ткани. Для того, чтобы удерживать колесо при управлении его, соответственно, ногами. Что касается других элементов защиты, каски, нарукавники, наколенники и так далее, это уже будет определяться тем, что конкретно вы планируете делать именно сегодня. В принципе, это не так уж и обязательно. Для обычной спокойной езды. Есть два небольших преимущества. Начинать учиться прямолинейному равномерному движению не на асфальте, а на плитке. На таком плиточном покрытии ясно прослеживаются множество параллельных прямых линий, на которые легко ориентироваться во время движения. И плиточное покрытие, как таковое, не позволит само по себе сильно разогнаться. Просто начинает выбрасывать с педали. Это позволяет тренировать движение с безопасной скоростью изначально. И учиться держать колесо ногами. Вот такие напутственные пожелания тем, кто начинает осваивать моноколесо Godway V3M Super. Для облегчения выполнения этой задачи.